Господа, всем привет! Такая минутка бесплатной рекламы шиномонтажа в городе Глазове. Шиномонтаж Экспресс Автомонтажный Центр. Шиномонтажный центр находится он напротив 9-й школы по улице Кирова, в конце улицы Кирова. Ну, кто знает, да, напротив 9-й школы на въезде в гаражный кооператив находится шиномонтаж. Вот. 17 апреля я поставил здесь новую резину себе, то есть я купил новую резину Виатти. Приехал сюда, мне поставили ее на мои диски новую резину. И сегодня у нас 3 мая, прошло, получается, 2 недели и пару дней. Вот. Спустя 2 недели я проехал 400 километров, я проехал до Ижевска, немножко поездил по Ижевску и проехал обратно. До Глазово, к сожалению, не доехал. Одно колесо заднее у меня по корду, к сожалению, видимо, спустило и, соответственно, порвалось по корду. Вот. Я ломал голову, что, как, почему, стал проверять колеса, стал проверять соски на колесах и вот покажу сейчас, что обнаружил. Пойдемте покажу, какие соски мне поставили в этом прекрасном шиномонтажном центре на новую резину Виатти. Пойдемте покажу. Вот. Выходим из машины. Как я говорил, сейчас прошло 2 недели. Вот он. Шикарный шиномонтажный центр. Улица Кирова. Переезд. Кто местный из Глазово, все знают. Вот. Ставил я непосредственно вот в этой, в этом филиале. И посмотрите. Новые колеса Виатти. Вот. Буквально им только-только купил. Проехали 400 километров. Посмотрите, какие соски. Видите, они все в трещинах. Посмотрите. Ну, это реально на выброс. До таких страшно ездить. Тут такая же шляпа. Наверное, видите? Просто шляпа. Здесь у нас какая фигня. Новый сосок. Посмотрите, он отвалится сейчас. Посмотрите. Ноготь можно просунуть туда. Но этот трындец, он уже отваливается просто-напросто. Надеюсь, видно. Но это просто вообще трэш. Сосок практически отвалился. Новая резина. Новое колесо. А вот запаска. Амтеловская. С 2013 года. С 2013 года. Амтеловская запаска. Сосок как новый. Сейчас сделаем бесплатную рекламу и сервису. Вот здесь мне воткнули. Сейчас пойдем попробуем узнать, почему такая фигня. Ну вот, короче говоря, для информации. Поговорил я, значит, с шиномонтажником. К сожалению, того специалиста нет. Есть другой специалист. Он сказал, что это, грубо говоря, на совести отдельно взятого шиномонтажника. То есть, не то чтобы по умолчанию шиномонтажный центр сразу меняет соски так, как, ну, видно по ним, что они уже убиты, ставя новую резину. А непосредственно каждый шиномонтажник. Кто-то меняет, кто-то нет. Грубо говоря, у кого-то есть совесть. Ну, или совесть там, или уровень профессионализма достаточный. Он меняет сосок. Ну, если видеть, что тут сосок уже просто под замену. А если он считает, что это не нужно, то оставляет. Поэтому, к сожалению, я могу резюмировать, что... Ну, вот видите, да? Такая шняга. Вот такая вот шняга на новой резине. Поэтому, к сожалению, вот мой опыт общения вот с этим вот шиномонтажным центром показывает то, что, ну, здесь нет такого уровня качества услуг, что действительно по умолчанию сервис оказывают достойный. А вот с такой фигнёй я езжу, и потом оказывается на трассе колесо, новая резина у меня порвана вся по корду. Ну, сами видели, там у меня лежит в запасном отделе сейчас диск, который полностью по корду рваный просто-напросто. Ну, предыдущее видео, вчерашнее, вы смотрели, что пришлось на запаски. Ну, и, конечно же, я поеду в другой шиномонтаж, потому что, ну, здесь это просто... это трэш. Ну, вообще охренеть. Ну, просто охренеть. Ладно, вот такая минутка бесплатной рекламы напротив девятой школы. Ну, конечно, возможно, что зависит непосредственно от конкретных специалистов. По крайней мере, советую вам быть умнее. Быть умнее и внимательнее. Спасибо.